Там же холодно! Типа уже запись включена. Там я немножко отмотаю, потом типа это... Ну чё, господа, приветствую вас на канале Миллион Кар. На улице уже достаточно прохладно. Настали наконец-то, так сказать, прохладные осенние деньки. А мы начинаем. Поехали! Субтитры подогнал «Симон»! Ну чё, господа, начинаем с первого автомобиля, который у нас здесь встречается. Это у нас Volvo S40, господа. Ну вы посмотрите просто, тонировка с темно-синим цветом. Мне нравится по самому стандарту. То есть, блин, просто ничего лишнего этого автомобиля нет. Итак, господа, зачитаем данные. Это у нас Volvo S40. 1.6 дизельный двигатель, HDI. 2005 год. Стоит эта машина 8,5 тысяч злотых. Это у нас 2125 долларов. Стоит вот такой вот автомобиль. Вот такой вот седан. В принципе, никаких моментов по кузову я здесь не вижу. А мы переходим дальше. Переходим к салону. Погнали! Так, проходите сюда, молодой человек. Так, присажимся вовнутрь. Нет, господа. Достаточно приятно пахнет. Пятиступенчестая механика. Вы просили называть в каждой машине, что стоит, механика или автомат. Четыре стеклоподъемника. Электронная регулировка зеркал. Блокировка дверей. Вот климат-контроль. Кондиционер, короче. Обдувый, в общем. Что тут еще есть, блин? Я не знаю. Короче, в этой машине все есть. Все есть то, что надо. В принципе, неплохо. А мы переходим дальше. Поехали! Так, а что у нас тут дальше идет? Здесь у нас идет Audi-бочка. Так, господа. Audi-бочка в кузове универсал. Коллега, проходи вперед. Так, господа. Это у нас Audi-бочка в кузове универсал. То есть модель Audi 80. Audi 80 в B4 кузове. 1.9 дизельный двигатель. 1993 год. Стоит эта машина 2700 злотых. Это у нас 675 долларов стоит вот такой вот автомобиль. 675 долларов. Конечно, конечно, по кузову мы видим определенные дефекты. Но, кого это сейчас интересует? 1993 год, господа. 1993 год, 675 долларов стоит автомобиль. В принципе, у нас эти машины до сих пор в цене от 2000 долларов в подобном, наверное, состоянии. Ну, не знаю. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть внутри. 367 тысяч пробега. 367 тысяч пробега висит, конечно, в потолок. Блин, это не очень приятно. Ну, ничего, в принципе. Я думаю, его там на суперклей можно приклеить. Так, что у нас здесь имеется? 4 стеклоподъемника, электронная регулировка зеркал, какой-то такой кожаный мягкий салон. Нет, господа, вы знаете, 5-ступенчатая механика, да? Велюровый салон, сиденья в таком, более таком хорошем состоянии. Нет, достаточно аэрбаги есть. Нет, слушай, достаточно в хорошем состоянии салон, да? Вот, честно сказать, неудивительно, почему их так любили и любят. Потому что она действительно комфортная. Есть кондиционер. То есть машина полностью напичкана всем тем необходимым, что человеку нужно, когда в 21 веке. Все, что ему надо? 4 стеклоподъемника, все электронное буквально и кондиционер. Все, что нужно человеку. Ну что, не так? Не так? Да, да, да. Вот, ну что, а мы переходим дальше. Поехали. Конечно, здесь автомобиль, здесь автомобиль, который, наверное, у нас продают до сих пор за 2 тысячи, за 3 тысячи. И некоторые из ума выжившие. Ну, да, да, это достаточно старая модель. Ну, блин, она ничем практически, наверное, не отличается от более новых. То есть, что здесь у нас имеется? Это у нас Deomatis. Бензиновый двигатель 0.8. 2002 год. Стоит эта машина 2 тысячи злотых. Это у нас 500 долларов. 500 долларов стоит вот такой вот Deomatis. Ну, господа, для езды на работу в самый раз. В самый раз. Почему? Потому что, во-первых, экономно. Во-вторых, для тех, кто еще не умеет ездить, это идеальный автомобиль, чтобы научиться. Машина достаточно в хорошем состоянии. По кузову видно. Если она где-то и начинала гнить, обязательно, обязательно эту машину подваривали. Неплохо сохранился автомобиль. За ним следили. Видно, что за ним следили. Ну, что, переходим к салону. Конечно, говорить сейчас про стеклоподъемники, это, наверное, глупо. И так же, как и глупо говорить про электронную регулировку зеркал, да, вот, скажем так. Так, ну, зато есть регулировка подъема фар, допустим, выше, ниже, куда там надо, в общем. Так, что тут у нас имеется? Так, ну, достаточно, вы знаете, ухоженный такой, интересный тканевый, то ли велюровый, непонятно, что это за сало такое. Ну, достаточно бабушкин диван. Действительно, бабушкин диван. То есть, садишься, и реально комфортно, блин, я не знаю. Ну, в общем, тут, что я могу сказать? Ну, есть печка. Печка устроит. Обдув стекла устроит. Устроит. Четыре стеклоподъемников, блядь, четыре весла, понимаешь, четыре весла. А, в общем, неплохо. Нет, достаточно, что салон в хорошем состоянии, в принципе, сохранился. Ну, и, конечно же, многие еще пытаются... Ее, смотри, что я тут нашел. Вау. Ух ты, е-мое, это опасный автомобиль. Просто такой вот, чисто, чтобы наказывать именно. Ну, в общем, пятиступенчатые пенти... Этот парень был, иди. Просто вы в туалет. Пятиступенчатая механика. То есть, вот такой вот автомобиль. А мы переходим дальше, поехали. Так, господа, это у нас Opel Astra F. 98-го года. 1.4 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 2000 злотых. То есть, машина стоит 500 долларов. Господа, 500 долларов, в принципе, в принципе, за не гнилой Opel. То есть, да, выскакивают рыжики, но, но это не гниль. Это еще не гниль, господа. То есть, машина достаточно еще в кузове, достаточно в хорошем состоянии. То есть, это не может не радовать. Это радует. Так, давайте заглянем вовнутрь. Ух, куда я провалился просто в преисподнюю. Так, ну, что тут у нас имеется? Так, 5-ступенческая механика. Ну, что, так мягенько, хорошо, приятно переключается. Прикольно. Так, 125 тысяч пробега пишут. Чехлы интересные. Так, тканевый салон, да? Походу, грязный. Вот, ну, опять же, немножечко химчистки и будет нормально. Так, что тут у нас еще есть? Ну, что, магнитолы есть, да? Вот, обдув, печка, механика. Ну, это я уже сказал. Ручник работает, работает. Все, ну, все тут. Весла. Все. Ну, и вот это вот, короче. Господа, народный автомобиль. Народный автомобиль, а что вы еще хотели, когда, когда это было сделано? В 98-м году, но можно было в 98-м году что-то уже дать поинтереснее. Блин, конечно, Opel иногда странный. Вот, так, окей. Ох, хорошо. Слушай, ну, дверь бы так надежно, надежно закрывается. Мне нравится. Так, господа, здесь у нас уже имеется, опять же, немалоизвестный автомобиль, многие его любят. Это у нас Renault Scenic 1.6 бензиновый двигатель, 2002 год. Стоит эта машина 2500 злотых. Это у нас, а это у нас 625 долларов. 625 долларов вот такой вот автомобиль. Как по мне, неплохо. А мы переходим к салону. Ох ты, е-мое. Короче, господа, ну салон надо немножечко почистить. Кто-то заблокировал руль, не знаешь кто, Анатолий. Так, здесь у нас, что тут у нас? Так, два стеклоподъемника, задевез. Слушай, ну, ух и слушай. Слушай, ну и сижу тут, конечно, мягко. Извините, господа, сейчас поправим. Пятиступенческая механика, но педали жесткие, прям такие, что можно ноги прокачать, пока ты, блядь, едешь. Сцепление, особенно, когда качаешь, выходишь одна нога больше, вторая меньше. Ну, газ чуть легче, газ вообще где-то в пол упал. Ладно, настраивать педали, походу, надо. Ну, ничего, педали дали, вот что главное. Слушай, не, кайфово сижу, очень кайфово. Толян, присядь, тут реально кайфово. Ну, как тебе? Огонь. Огонь. Приятная машина, но, блин, ну, почистит. На ней явно какой-то работяга ездил. Ну, кстати, заметьте, тут дали два бардачка. Вот один, второй, только второй я что-то открыл. Ааа, ооо, ой, ой, ооо, прикольно, прикольно. Ну, короче, я не знаю, что можно складывать. Вот тут тоже можно что-то складывать. Ну, такое прикольно. Ладно, мы переходим дальше, поехали. Итак, господа, здесь у нас BMW E36 Taurine в универсале. 1.6 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 3700 злотых. Это у нас 925 долларов стоит вот такой вот автомобиль. Ну, да, немножечко рыжачки вылазят, но ничего страшного. Удивительно, но дают нам в конце 90-х годов, вернее, в начале 90-х годов, дают нам дисковые тормоза сзади. Что немаловажно, потому что раньше любили давать барабаны, насколько я помню. Вот, ну, ладно, не будем уже докапываться до тормозов. Тормоза бывают разные. Ничего себе. Ты посмотри, какой здесь ауф просто. Я хочу сюда проникнуть. Не, ну, конечно, руль на изоленте я такого еще не видел, но это достаточно интересно. Это первый раз такое вижу, честно. Слушай, ну, посадка, конечно, в троечке. 90-какого я сказал? Третье. 99-го года? Я все время говорил в начале 90-х, да? Но это 99-й год. Так, здесь 5-ступенчатая механика. Что тут еще есть? Обдув в лицо, обдув вверх, обдув вниз. Что тут еще есть, короче, ну, вот печка есть, печка есть, понимаешь? Печка. Ну, хайр баги дали, педали дали. Что тут еще дали? Вот. Ой. Что это я сделал? Работает. О! Слушай, стеклоподъемники работают без зажигания, я такого еще не видел. Охренеть, это что такое? Такое бывает? Да, с авто. Ну, сделали же, сделали, то есть классно сделали. А если фары? И фары работают без этого, прикольно. Не, реально BMW по кайфу. Не удивительно, что BMW так любят. Если бы, конечно, их меньше убивали, и ездили на них прямо, а не боком, то было бы еще куда лучше. Ладно, а мы переходим дальше. Так, здесь должна быть еще одна машина, но ее здесь нет, да? Это у нас Mitsubishi Carisma 1.8 бензиновый двигатель, 1998 год. Стоит эта машина 2300 злотых. Это у нас, господа, 575 долларов стоит вот такой вот автомобиль. 575 долларов. То есть, опять же, опять же, видим моменты по кузову, не будем их скрывать, потому что скрывать тут ничего не скроешь. Конкретно эти машины всегда и всегда будут болеть на арке. Но, но, что мы имеем в салоне? Что мы имеем? Ух ты, елок. Не, ну, посадка очень интересная, похожая даже на BMW, я бы сказал. Блять. Ну, это все крепится на суперклей. Это все микролифт. Ну, ничего страшного. Пятиступенческая механика, интересная такая вот, скажем так, чем-то такой обтянут, какой-то кожей, то ли дермантином, не знаю. Но сидение, сидение очень-очень удобное. И, знаешь, по ощущениям, как будто я в бумер опять приземлился. Честно, я сейчас сижу, очень кайфово. На этой машине ехать на дальняк очень даже хо-ро-шо. Так, что тут у нас есть? Что тут у нас есть? У нас тут есть обдув, печка, какой-то темп непонятный. А, это климат-контроль, да? Да. У-ху! Так, что тут у нас еще есть? Ну, два стеклоподъемника. Ну, собственно, вот такой вот автомобиль, господа. А мы переходим дальше. Поехали! Ух ты! Как же с него тяжело выбираться. Ну, блин. Так, следующий автомобиль у нас идет. Это у нас Peugeot 307 SV. 2.0 HDI дизельный двигатель. 90 лошадиных сил. 2002 год. Стоит эта машина 3700 злотых. Это у нас 925 долларов стоит вот такой вот автомобиль. Так, давайте проникнем вовнутрь. Так, здесь у нас пятиступическая механика. Климат-контроль. В принципе, кондиционер. Все тут, все тут есть то, что необходимо. Достаточно в хорошем состоянии тканевые сидения. Два стеклоподъемника. Электронная регулировка зеркал. Все, что нужно, все тут есть, скажем так. Ну, правда, подлокотника не дали. Ой, блин. Нет, достаточно в хорошем исполнении Peugeot. По кузову, по кузову. Ну, тут видно, что-то подкрашивалось где-то. Ну, короче. Главное, что кузов не гнилой. И, в принципе, видно, что за ним пытались ухаживать. Мы знаем, что серебристый цвет очень тяжело перекрашивать. И это факт. Это факт. Поэтому его подкрашивали. Где-то, я так понял, варилось тут что-то. Но достаточно, вы знаете, в неплохом состоянии кузов. И это не может не радовать. Ну, и, конечно же, если перекрашивать полностью серебристую машину, то только ее полностью перекрашивать. Какой же я гениальную вещь сказал. Просто, блин. Ну, то есть, имеется в виду, не получится частично перекрасить. Придется конкретно перекрашивать полностью все. Ладно, а мы переходим дальше. Так, господа. Следующий автомобиль у нас Opel Vectra C в кузове универсал. 1.9 дизельный двигатель. 2004 год. Стоит эта машина 4400 злотых. Это у нас 1100 долларов. Вот такой вот автомобиль. Сзади у нас есть тонировочка. Тонировочка по кузову. Никаких практически нюансов нет. Ну, тут видно, рыжики выскакивают. Ну, в принципе, это ничего страшного. Это еще можно немножечко подлатать. А я хочу проникнуть... А я проникну, пожалуй, в салон. А ты нет. Ну, в общем, господа. Здесь единственное, что надо разобраться конкретно с замком от водительского, так сказать, проникновения. Тут конкретно надо разобраться с замком. Здесь у нас мультимедиа, конечно же, есть на руле. Но мы знаем, что эти машины напичканы электроникой. За электронику в этой машине, я говорить не вижу смысла, потому что в ней все есть. Даже то, чего нет в современных автомобилях, в ней это есть. Максимум уже чего не хватать. Это парктроником. Все. А все остальное здесь есть. Опять же, шестиступенчатая механика. То есть вот такой вот автомобиль. 311 тысяч пробега пишут нам вот здесь. Ну, в принципе, по салону видно, что здесь действительно такой пробег есть. И по рулю тоже видно, что он вот в таком состоянии. Здесь у нас конкретно есть подлокотник. Очень удобный, так сказать, много карманов. Много карманов тут вот так, вот так можно сделать. То есть сразу увидим, тут двухзонный климат-контроль. Сзади единственное сиденье надо почистить. Сзади что-то такое возили нестандартное. Возможно, собак. А мы переходим дальше. Поехали. Так, а следующий автомобиль, который у нас на обзоре, тоже немалоизвестная машинка. Достаточно надежная. Давайте прочитаем данные. Так, это у нас Ford Mondeo 3-го поколения. 2.0 дизельный двигатель TDI. Не TDCI, а TDI. Это очень важно. Так вот, 2002 год. Стоит эта машина 2500 злотых. Это у нас 625 долларов стоит вот такой вот Ford Mondeo. Опять же, видим, что бампер совсем от другой машины. Крыло тоже с другой машины. Возможно, капот. Нет, капот, скажется, от этой машины. Бампер и крыло конкретно от другой машины. Конкретно видим кузовные нюансы. А опять же, этого просто, ну, уже не скрыть. Это конкретно видно. Так, неплохие диски. И, кстати, эти диски стоят на OLX 800 злотых. А ну, сними их обязательно, чтобы все знали. Вот. Вот представьте, да? Часть машины, это ее колеса. Просто часть стоимости машины, это просто тупые ее колеса. Это достаточно интересный момент. Давайте проникнем вон внутрь. По рулю видно, что примерно здесь пробега. Я, конечно, не знаю, не спрашивал, сколько здесь пробега. Но по рулю видно, что здесь примерно до 300 тысяч. Машину конкретно какой-то работяга использовал. Опять же, немножечко у нас проблемы с бардачком. Но, в принципе, все эти сопли можно найти на любой авторазборке. Здесь их очень много. Опять же, здесь не дали электронную рулировку зеркал. Опять же, что-то Ford Mondeo подумал, что нужно людям дать бомж комплектацию. Ну, в принципе, неудивительно, почему такая цена. Потому что бомж комплектация. Единственное, на что нужно обращать внимание при покупке такого автомобиля, это на ТНВД. Обязательно проверяйте ТНВД, потому что у этих машин он страдает. То есть, топливный насос высокого давления. Еще, конечно же, страдает у них генератор. Генератор бывает просто выходит из строя генератор. Ну, это болезнь этих машин, и это нормально. Все. А так, в принципе, это достаточно надежная лошадка. И как посмотреть, что у этой машины достаточно большой пробег, можно определить это по нижней части дверей. Если нижняя часть дверей гнилая, то если начинает гнить, вот особенно, как здесь вот мы видим, да, там гниет, да, вижу, я уже даже рукой чувствую. То, в принципе, можно понять, что эта машина уже достаточно много прошла. И, ну, тут уже надо более внимательно смотреть на все эти вещи. А по коробке здесь 5-ступенчатая механика. Опять же, слава богу, тут дали климат-контроль, кондиционер тут дали. Что тут еще есть? Обогрев стекол дали. Ну, и два стеклоподъемника дали. Все, больше ничего, в принципе, здесь нет. Сзади уже идут, да, сзади идут уже весла. В общем, как-то так, господа, как-то так. Так, вот такой вот автомобиль. Сразу видим, что это биточек. Ну, ничего страшного. Зато все это возмещается чем? Большим, ну, просто огромным багажником. Ну, посмотри. Ну, опять же, видим, что тут можно что-то тягать. Вернее, им уже тягали. Что-то когда-то тягали. Опять же, здесь у нас есть огромнейший просто багажник. Огромнейший багажник. Вот здесь еще можно много чего найти. Тут можно запаску положить, газовый баллон. Ну, газовый баллон на дизеле, это как-то нелогично ложить, я думаю, да? Как бы, ну, вот изначально можно об этом подумать. Вот такой вот автомобиль. Ух ты, это что такое? Ага, эта машина была, работала в пожарной части. Прикинь? Ну, то есть, получается, эта машина была когда-то у какого-то пожарного. То есть, и он на ней когда-то ездил. Ну, в принципе, он, походу, на ней людей спасал, потому что она реально боевая у него. Да, да, мы переходим дальше. Поехали. Это у нас Chrysler Sebrino третьего поколения. 2.0 дизельный двигатель, 140 лошадиных сил, 2007 год, стоит эта машина 8000 злотых. Это у нас 2000 долларов. Господа, 2000 долларов за вот такой вот седан, вот такой вот седан, на таких вот тапках. Знаешь, что меня еще больше всего эта машина как бы удивила? Просто пойди сюда. Я одного просто понять не могу. Когда они делали эту машину? Они не могли как-то, ну, не знаю, блин, вот эту вот часть фар как-то сделать, ну, более суразной. У меня, знаешь, просто иногда такое впечатление, будто это вот, вот эта вот фара, как будто она не с этой машины. То есть, она где-то, кто-то ее снял, но она как-то, она не суразной стоит. Ну, если так, это мое чисто субъективное мнение. Но мне она как-то здесь вообще не просто, ну, вот обрати внимание. Если посмотреть, вот просто отойди вперед, вот отойди вот назад чуть-чуть, да. И посмотрите, пожалуйста, сюда, да, вот посмотри, вот, да, посмотрите на этот облик и просто посмотрите на мое лицо. Ну, похоже? Просто косолазие, блин, пашины, честно. Давайте перейдем к салону. Так, господа, здесь у нас встречает такой полностью бежевый салон. Посадка, конечно, ёпперный бабай. Слушай, но американцы, конечно, давали и дают очень большие салоны. Здесь как будто, знаешь, и шумоизоляция, я не знаю. Я сейчас говорю, и звук как будто вообще никуда не выходит. Просто вот такой вот звук. Ну, вы, наверное, сейчас ощутите это по звуку записи с диктофона. Но это есть шестиступенчатая механика. Конечно, эта машина никак не может попасть в Америку, потому что в Америке на ней просто ездить никто не сможет. Похоже, там все ездят на автомате, как мы вот это привыкли. Ну, так, усяк, в общем, и так далее. Вот, что здесь еще есть у нас? Так, ну, здесь, в общем, глупо говорить про что. Вот, блин, ну, тут все есть просто. Тут 25 режимов фар. Тут есть 4 стеклоподъемника. Электронная регулировка зеркал. Хорошая, я думаю, музыка. Что тут еще у нас есть? Круиз-контроль есть. Он, офф, что-то я надо. Включай, выключай. В общем, тут что еще есть? Климат-контроль, кондиционер. Однозонный климат-контроль. Только спереди. Вот, ну, и, конечно же, дали, так сказать, по-элегантному часы. То есть, дали красиво по-элегантному часы. Вот такой вот, господа, автомобиль. Так сказать, американец в европейской шкуре. А мы переходим дальше. Пойдемте. Следующий автомобиль, который у нас на обзоре. Опять же, мы уже проходили подобный автомобиль. Я иногда даже, я не сразу даже понял. Я как будто подумал, что мы обратно вернулись к тому автомобилю. Или просто его переставили сюда, пока мы сидели и кайфовали в Крайснере. Но нет. Это уже идет следующий автомобиль. Так, это у нас Opel Vectro C. 1,9 дизельный двигатель. 2005 год. Стоит эта машина 4800 злотых. Это у нас... Че у меня и туп открылся? Потому что ты ютубер. Ну да, логично. 1200 долларов стоит вот такой вот автомобиль. Опять же, здесь мы видим стекло-омыватели. То есть, неплохо. Ладно, короче, хрен с ним. Нас не интересуют сейчас подробности. Так как мы смотрим сейчас полностью целый агрегат. Вот опять же, на металлических дисках стальных. Да что ж такое-то, е-мое. Мы точно не ту машину, блин, взяли. Нет, та стоит там. Че мы не можем туда проникнуть? Анатолий, будьте добры. Я вам буду благодарен. Благодарю, дорогой товарищ, друг, коллега. Так, опять же, здесь нас встречают кожаный салон. 330 тысяч пробега. Ну, в принципе, для дизеля это херня. Вот, опять же, неплохой какой-то такой экранчик тут есть. Неплохо. Так, ну тут, в принципе, весь лакшер есть. Опять же, шестиступенчатая механика. Что тут, Макс? 4 стекло-подъемника. Ну, короче, я... Ну, вы и так все знаете, что здесь все напичкано полностью электроника. Единственный момент, что я не понял, что с этими проводами надо сделать. Куда их нужно вставить? Что туда надо подключить? Что это такое? Ну, а так, в принципе, неплохо. Ноги. Ох ты, е-мое. А-а-а, я понял, что это. Это же зеркало. А что на том зеркале должно быть такого, чтобы там были провода? Что там может быть? Камера. Камера, точно. То есть, камера заднего прохода. Это же Opel. Это же Opel. Ну да. В общем, господа, вот такой вот автомобиль. За такие вот деньги. Сколько я сказал? 1200 долларов за кожаный салон. И, в принципе, полностью все есть из электроники, что необходимо для автомобиля современного формата. Вот такой вот автомобиль. А мы переходим дальше. Поехали. Ахтав. Ахтавдың қыздары. Алаху Злащи